Это мой последний день на Титанике. Я не из тех жюри, которые говорят, оп, опа, опа. Но тем не менее, я немножко в шоке. Я прям рад быть частью такого проекта. По жизни я вебмастер, лежу за компьютером, настраиваю рекламу в интернете. Теперь я знаю, что я все могу. Пугающе похоже. Я реально задышал по-другому. Пять из пяти написал Абрамчиков. Я очень переживала, не спала практически две ночи. Да никогда в жизни! Я сделал все, что я могу. На себя в зеркало посмотрела, сказала, ты сможешь. Я очень кайфанула. Идите к своей мечте, несмотря ни на что. А что нужно, чтобы вот так свободно себя чувствовать на сцене? Просто поверить в себя. Просто. Просто поверить в себя. Ничего себе. Доброе утро всем. Красота. Пошлите, пока покажу. Пошлите, пока покажем. Подпольное мы называем его коридор квартиры сутенера. Это прихожая. Вот тут у нас газоны есть. Газоны. Ну и, собственно, опочивальня. Сердце, мягкие пыль, цветы, гидрант в виде колонны греческой. Это не из этой комнаты, это не реквизит. Так, там у нас офис. Аккуратней ступенька. Да, я люблю просто многоуровневые дома. И, собственно, офис. Ну, еще не доделали кабинет. Тут еще пока будет. Здесь поставим компьютер, массажное кресло. Сейчас ребята мне освещение делают. Короче, и у меня есть маленький зоопарк. Ну, как зоопарк? Приформленные цветами розовые фламинго. Поэтому они от такого неординарного питания оброслить. Давай, дальше разок пододержаться. Правда, Минжер? Ну, все. Ну, все. Я пошел переодевать. У тебя борода не вылазит? Ее на подбородок надо. Ну, ничего. Я так не отработаю. Я вижу твой глаз. Ты видишь мой глаз? Я так не отработаю. Добро пожаловать в наш дом. Девочки, давайте мы свежак прямо сейчас дадим. Ты как вообще? Я немножко в шоке от сложности этого номера. Но все, что я хотела сказать людям в своей песне, я сделала. Что ты хотела сказать? Я хотела сказать, не бойтесь сиять. В каждом из вас живет свет. И что бы ни случилось, что бы о вас не говорили люди, что бы о вас не думали, верьте в себя, верьте себе и идите к своей мечте, несмотря ни на что. Кайфанула? Я очень кайфанула. Это самое главное. Представляла ли ты, что ты будешь на таком шоу с таким номером? Да никогда в жизни. Я не могла представить, что вообще я такую песню сложную когда-нибудь возьму. Я бы ни за что с ней не справилась. Но пришлось. Что же тебе помогло? Мне помогла вера в себя, любовь к Эти Пэри и желание проявиться и идти к своей мечте до конца. Сегодня был сложный день для тебя? Безумно сложный день, потому что прикасался к великому артисту, к легенде, к сожалению, уже которая не с нами. И в такой момент, естественно, хочется с максимальным уважением не переиграть, но при этом остаться похожим. И судя по комментариям наших жюри, не все получилось. Но могу сказать за себя, что я сделал все, что я могу, все, что я из себя мог выдать. Как сильно я могу быть похож на Джорджа Майкла? Вот так я и больше бы не смог. Знаешь, что я хочу сказать? Что это на самом деле шикарное ощущение после выступления, когда ты понимаешь, что ты сделал максимум. И это очень ценно, это осознавать в моменте, потому что многие выходят недовольны чем-то, нюансами каким-то. Если ты знаешь, что ты сделал максимум, ты уже проделал огромный путь. Правда? Вообще, я смотрела, когда на все экраны, я так немножечко щурилась специально, и мне было очень похоже. Правда? Да, прям очень похоже. То есть в кадре вот этот грим, какая-то совокупность номера, и вот эта прям, особенно вторая песня, мне было очень похоже. Это очень приятно слышать, потому что мне казалось, что из нашей тройки я меньше всего похож на Джорджа Майкла, именно внешне, именно внешне. Да, поэтому очень приятно слышать. Я вообще не ожидал, что это было круто. Спасибо. В этом есть некая, знаешь, такая еще магия телевидения все-таки, потому что это совокупность твоей работы, с работой гримеров и камер и так далее. И поэтому вот именно как финальный результат это получилось правда похоже. Я бы очень хотел поблагодарить наших гримеров, наших костюмеров, режиссерскую обстановочную группу, танцоров, всех, кто прикасался как-то к нам, к нашим образом, к работе над нами, педагогов по вокалу, по пластике, потому что, безусловно, эта работа вообще не только наша личная. Я сегодня, когда загримировался, я реально задышал по-другому. Я прям задышал по-другому, я прям начал смотреть по-другому, я начал прям по-другому даже думать как будто бы. Вот, поэтому это очень круто, это очень помогает. Вот, я прям рад быть частью такого проекта. Я поздравляю тебя с шикарным опытом. И на самом деле, как бы там ни сложилось, у тебя был роскошный эфир на федеральном канале, на ТНТ, и ты прекрасно с ним справился. Спасибо большое, очень приятно. Поздравляю. У нас есть правила, мы разговариваем с теми, кто проходит финальный этап. Но я не могу сегодня не поговорить с Валюшей, потому что Валентина – это участник нашей большой семьи в Айтмите. Ему много лет уже вместе. И я хочу спросить твое впечатление о съемках. Я в полнейшем, дичайшем восторге. Вот, скажем так, у меня были какие-то определенные предположения, которые я ожидала. Я получила гораздо больше, чем, ну, к чему готовилась. А к чему ты готовилась? Я шла с четким, с твердым, уверенным, осознанным решением, что это не конкурс для меня. Просто у меня есть такой, ну, я не знаю, как это называется у людей по-разному, но у меня вот есть заскок, свои тараканы, я терпеть не могу конкурс. Я просто, вот как сказал Леша, он правильно сказал, это определенные рамки, которые стачивают определенные грани каждого артиста, и приходится вот в этих вот коробочке существовать. И для меня вот это всегда очень сложно. Поэтому, когда я присутствую на конкурсах вокальных или еще каких-то там шоу-конкурсах, мне, я всегда переживаю за ребят, мне всегда очень тяжело. Сегодня я решила сделать себе вызов. И я пришла на конкурс, но я отключила эту кнопку у себя, что я пришла на конкурс, я пришла именно на мероприятие, в котором хотела максимально перевоплотиться до такой степени, чтобы меня никто не узнал. Ну, похоже, получилось. Класс, на самом деле очень получилось, мы очень тобой гордимся, ты огромная молодец, принимай восхищение от нашей команды. А это многое значит. Спасибо огромное ребятам, всем организаторам, создателям этого проекта. Здесь люди получают нереальные эмоции, колоссальный просто опыт. Я всех очень сильно благодарю и всех ценю и люблю. Любовь. Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Вы не раз в этом сезоне повторяете, что как будто бы этот сезон масштабнее и ярче, чем предыдущий. Не раз такое не говорил. Все гораздо хуже. Ну как? Мне кажется, ну под стать первому сезону. У меня наоборот было ощущение, что если первый сезон был таким мощным в плане снятия сливок известных образов, то кто там еще у нас остался. И на самом деле с каждой передачи ощущение, что осталось еще много, кто кого еще не спародировали. Ну это правда. Да. И я вот Леша сегодня говорил, что этот сезон масштабнее, круче по талантам. Ну не знаю. Мне кажется, вообще абсолютно одинаково по мощности и первый сезон, и второй сезон. И хорошо, что второй сезон как минимум не хуже. Да, это правда. Чтобы не было, что только в первом сезоне все выстрелили и нечего показать. А в втором сезоне и вот сегодняшняя передача тому подтверждение. Образ Лолиты Милявской, я думаю, будет в числе 99% претендентов на победу в финале. Потому что образ максимально, максимально близок к оригиналу. Это был мой второй вопрос на самом деле. Я хотела сказать, когда-либо вы могли представить, что вы будете так отжигать под номер Лолиты Милявской? Так я не отжигал, я на стуле сидел. Это меня заставили отжигать. Слушайте, ну заставили, это же получилось. Я бы сидел. Не, я просто такой человек, что я все свои эмоции впланиваю. То есть я не из тех жюри, которые говорят, опа, опа. Но тем не менее. Я такой, блин, круто. Я больше стоял. Ну качнуло же в итоге. Да, качнуло. Я ручкой такой даже, вау. Пять из пяти написал Абрамчиков. Пять из пяти – это мой любимый фильм, Абрамчики. Много на самом деле. Я думаю, с Лолитой Милявской, я сейчас пытаюсь вспомнить, кто еще по сезону претендент на победу. Там была девочка, классно пародировала Бионс, по-моему. И кто-то. А, Эра с Ромазотио был очень похож. И они как раз вдвоем прошли в финал. И еще кто-то был прям тоже. Мы еще сказали, но это типа как Полина Гагарина прошлого сезона, как будто это вот она и есть. Ну, кстати, вот Лолита Милявская сегодня в исполнении Кристины. Вот это как будто она и есть, Лолита Милявская. Пугающе похожа. В хорошем смысле. Есть ли такое, что вам не хватает ваших номеров, которые вы обычно показывали в начале каждого эпизода? Вообще с удовольствием к этой реформе отнесся. Скажите, у вас было голосование какое-то? Кто за то, чтобы показывать? Мы за то, чтобы не показывать. Как это было? Ну, как-то так получилось, что я спрашиваю, типа, у нас будет какой-то за две недели там обычная встреча была. А мы обсуждали, что мы будем делать. Просто мы в день-день приезжаем. И выясняется, что мы теперь только в начале сезона что-то пародируем у членов жюри. Я считаю, что это правильно, потому что мы здесь не для того, чтобы мы что-то показывали. Чтобы не перетягивать. Да, и не то, чтобы не перетягивать, просто чтобы остались непоказанные образы для участика. Потому что для них это важнее. А мы можем просто с высоты каких-то, ну, средней, если что, я среднего полета птица, сказать, это похоже, не похоже. Вот я бы это когда-то бы сделал вот так, либо я уже делал, как Леша Чумакова, Джорджа Макла сегодня. И я это делал немножко по-другому. Вот Кэти Перри сегодня была, ее делала в свое время Даша. И Даша может сказать, с чем она столкнулась, с какими трудностями, когда пыталась перевоплотиться. Я не знаю, будет ли в этот раз Марлин Мэнсон, не знаю. Но он войдет в историю в вашем исполнении уже. Спасибо. Это было круто. Спасибо большое. А какой вы обратно сегодня получили от ваших... От Мэнсона? Да. Что сказали? Ничего не сказали. Меня заблокировало. Я бы написал тебе. Did you see this fucking bitch imitation? Не знаю, может, я на Пасху написал. Он не многословен в этот день. А так всем понравилось. Было максимально неожиданно, если мы возвращаемся к теме. Да, да, да. От Марлина Мэнсона обратная связь. Чувствуете ли вы в том, какую музыку вы слушаете, насколько она сильно на вас влияет? То есть, на самом деле, вот мы смотрим, некоторые участники, они, например, никогда не показывали тех, кого показывают. Насколько, вообще, музыка, которую слушаешь, влияет на восприятие, на формирование личности? Насколько музыка влияет на формирование личности? Мне в свое время, почему я рок любил, потому что я был довольно возбужденным подростком. И рок мне помогал справиться с этой агрессией. То есть, когда, если, при этом, я также слушал, наряду с Металликой, Мьюз и Мерлином Мэнсоном, Spice Girls. То есть, мне и вот такой, знаете, когда вот пубертат второй наступает в 12 лет, тебя шарашат по эмоциям. То есть, апплитуды самые вообще, да, от Spice Girls до Мерлина Мэнсона, здесь Децл, тут Металлика. И, соответственно, мне эта музыка помогла вот справиться с эмоцией. Когда я был в кого-то влюблен, я слышал Spice Girls. Когда мне отказали, я слышал там, что-то такое. Класс. Не, на самом деле, это очень интересно. Поэтому помогая справляться с эмоциями, я думаю, музыка, особенно в подростковом возрасте. Мне кажется, кстати, в том числе то, как наши артисты ведут себя на сцене, как их качает эта энергия, как их качает эти эмоции, это тоже им очень помогает. Они говорят, бешеный опыт какой-то для будущей их карьеры, для их творчества. Вот то, что они попробовали себя в шкуре других артистов, очень помогает. Особенно попробовать себя в шкуре артиста, который тебе и не близок. Ну, кстати, Лолита сказала, вот участница Кристина, да, по-моему, она сказала, что это вообще не свойственно, она джазистка. А, ну, это тогда еще круче ее делает, как профессионала. То, что я бы начал пародировать, я не знаю, кто от меня максимально далек. Ну, не знаю, скриптонита, к примеру. То есть музыку, которую я вообще не слушаю, не понимаю, не являюсь даже поклонником, а просто, ну, я даже не знаю. То есть я что-то слышала, понимаешь, что это немножко не мое. И вот если бы я начал пародировать вот это, когда надо еще дополнительно пересилить свой неинтерес к этому человеку. Нет, тут, кстати, другая история, на всякий случай скажу, что это не то, что наша участница не слушала Лолиту, просто она никогда не исполняла. Она, я позираю, она в лагере циколофилов разделилась, когда... Спасибо. Не за что. Циколофилы – это лучшее за сегодня. Это вот, ладно. Как у вас впечатление от съемок? Очень классно. Это мой первый опыт на телепроекте. Да ладно? Да, да. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Все очень понравилось. Ну, первый, конечно, номерочек так вышел. Вот, а второй, что вроде получилось, все хорошо, жюри дали очень-очень лестные комментарии, мне очень понравилось. Я счастлив, это крутой шанс, который получилось реализовать, я считаю. А чем вообще занимаетесь по жизни? По жизни я вебмастер, лежу за компьютером, настраиваю рекламу в интернете. До этого 8 лет я работал на химическом предприятии в сфере электроэнергетики. Обалдеть! Да, но сменил работу, потому что я не люблю эту работу, и я хочу больше петь, больше заниматься творчеством. И благодаря тому, что я сменил работу с той на вебмастера, я смог больше заниматься творчеством. И сейчас занимаюсь, и в том числе собственные песни у меня есть на всех площадках. Ну, как бы, вот так. Ничего себе! А в каком жанре вы поете? Поп. Что слушать? Где искать? Искать на всех площадках. Как зовут? Псевдонимом Дево. Дево? Дево по-русски, да. Класс. А продолжаете деньги зарабатывать мастерингом и творчеством? И концерты есть? Концертов нет. Пока я не на том уровне, пока не на том уровне, но все впереди, я надеюсь. Пишите в своих комментариях, ждете ли вы концертов артиста Дево. Я вот обязательно прислушаюсь, мне всегда очень интересно, потому что у нас приходят разные артисты, у них разная творческая судьба, иногда она вообще ни разу не творческая, тем не менее они оказываются здесь. И очень круто узнать, что хочет донести в мир тот или иной артист. А в собственной музыке это прослеживается. Поэтому очень интересно будет за вами проследить. Удачи, до встречи. До встречи. Спасибо. Это была задача на преодоление. Да, я очень переживала, у меня никогда не было такого опыта, именно танцевать, петь, садиться на стул, снимать обувь, снимать накидки. И для меня это впервые, я переворола, какие-то даже страхи. Как? И теперь я знаю, что я все могу. Расскажите мне, что нужно, чтобы вот так свободно себя чувствовать на сцене? Просто поверить в себя. Просто? Просто поверить в себя. Ничего себе. Что вы делали? Вот скажите, вы у зеркала репетировали? Я сегодня утром встала и сказала, я сегодня утром встала, я очень переживала, я не спала практически две ночи, но я сегодня встала, на себя в зеркало посмотрела, сказала, ты сможешь. Ты самая лучшая, и ты сделаешь, и ты победишь, и будет круто, и все жюри встанет, и будет танцевать. Так оно и случилось. На самом деле она безумно крутая. Это прям просто фантастика, какой жар был. А знаете, какие жюри два дня было, это просто, я не могла ни спать, не скажешь. Ну я все думаю, да ну как, ну как, это же вообще, я пела, не такие песни я пела. Какие? Я пела совершенно в другом стиле, я пела джаз, блюз, рок, пела, но вот именно русский, именно вот что вот, про такую судьбу. Вот, именно, а Лолита это вообще моя любимая певица русская, вот, и все сложилось, мне кажется, все сложилось, было круто, было зажигательно, было ярко, и было по-настоящему запоминающееся, было по-настоящему, это, короче, точно запомнится, потому что так, как это было, это вот прям классно, прям так, по-лолитински. Ждем финал. Финалисты, которые уже там, в новогоднем финале, примите, если что, это поражение с честью, потому что туда единолично, мощной поступью, статной походкой Лолиты Милявской идет Кристина. Поздравляем вас. Ура! Не надо паники. Спасибо тебе. Спасибо, спасибо. Добро пожаловать в цирк. Ну, в смысле, не в Диму, а в атмосфере. Шумбитал. Ну, опять в этих хобоисках, в статусах. Дим! Ну ты как? Пойди сюда. Кто костюм занимает, пока? Я думаю, что вам копеечки лучше подойдут. Спасибо, Антон. Сразу тей. Плат-ли-ты. На своей точке? Спасибо, Антон. Вот народы. Вот народы. Спасибо. 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 Продолжение следует...